народ всем привет предыдущем видео я рассказывал о том что мы купили себе новую игрушку телескоп celestron power seeker 83 q а сегодня я вам хочу показать минимальный набор дополнительных приблуд и всяких разностей что нам понадобится чтобы хорошо качественно и с удовольствием поиграть с нашей новой игрушкой а именно с нашим телескопом поехали расскажу пару слов про самые необходимые как для новичка такого же и для вполне профессионального любителя вещи именно такие примочки для телескопа как линз барлоу линзу барлоу надо обязательно брать качественную и тут я убедился на собственном опыте я купил на алиэкспрессе две вот такие вот линзы барлоу одна линза барлоу трехкратная которая стоила буквально пару долларов и одну линзу барлоу от производителя sv bonnie которая стоила на тот на момент покупки порядка 15 долларов это трехкратная это двукратная по факту увеличение оказывается одинаково но данная линза гораздо лучше объясняю почему во первых сама линза обратите внимание что здесь внутри там внутри какая-то маленькая даже не стекляшка маленькая пластиковая линза здесь же здоровая стеклянная линза с просветлением как вы видите она бликует зеленым цветом это значит что данная линза пропускает гораздо больше света изображение с ней получается гораздо четче и гораздо лучше увеличение повторюсь что одна что другая по факту дает практически одинаковые но с этой видимость нас лучше чем с этой это пропускает меньше света и второй минус у данные линзы пластиковый корпус и она очень хлипкая это же у нас идет цельнометаллическая причем она идет как конструктор здесь отдельно откручивается линза ее можно открутить обслужить протереть не знаю эту линзу можно также накрутить напрямую на окуляр здесь все под 125 дюйма рассчитано также ее можно открутить еще вот здесь и заменить центральную часть поставить побольше и тем самым мы получим ту же самую двухкратную линзу барлоу но данную проблему с увеличением я решил немножко иным способом я из вот этой дешевой пластиковой линзе барлоу конкретно вот этой просто достал саму линзу на туда просто выталкивается отверткой к примеру вот и используют эту просто пустую трубку как разгонную втулку ведь если мы к линзе барлоу не сразу сюда присоединим окуляр даст переходником а через разгонную втулку вот сюда присоединил окуляр с переходником то вот эта двукратная линза барлоу с такой разгонной втулкой превращается не то что в трех а там в четырех либо даже в пятикратную в общем увеличение вот так вот лучше следующие вещи которые нам необходимы для наших любительских наблюдений это конечно же фильтра ведь мы смотрим не только на звезды интересно посмотреть также на солнце почему и нет хотя и говорят что в телескоп на солнце можно посмотреть только дважды а именно сначала левым глазом а потом правым в избежание этого нам конечно же потребуется солнечный фильтр также нам нужен будет лунный фильтр при помощи которой мы будем смотреть на луну и фильтр для съемки а именно фильтр который отрезает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение ну а выглядят эти вещи вот так начнем солнечного фильтра фильтр датисон этот фильтр я покупал опять же на алиэкспрессе выглядит он вот так такая вот бленда это бленда вешается непосредственно прям в начале телескопа возле линзы выглядит это вот так когда ему надеваем непосредственно на телескоп и вот этот фильтр он блокирует чуть ли не 99 и 9 процентов света проходящего через него тем самым можно посмотреть на солнце состоит он просто из пластикового кольца внутри которого наклеено что-то наподобие фольги и если мы возьмем даже ради интереса фонарик и просветим через него то вы поймете какая у него будет пропускаемость самого света вот я специально погашу свет в комнате возьму фонарик на телефоне и посвечу сквозь солнечный фильтр как видите видно только маленькая световая точечка от самой камеры точнее не от камеры от вспышки таким вот образом солнечный фильтр пропускает минимум-минимум света следующий очень нужный фильтр который нам понадобится на первом этапе это конечно же лунный фильтр ведь на что же первое мы будем смотреть телескоп это конечно же луна лунный фильтр представляет из себя вот такой вот небольшой светофильтр абсолютно темный чтобы затемнить луну зачем вообще это нужно можно же напрямую посмотреть в луну в телескоп но луна достаточно яркий объект и поверьте мне спустя даже там минуту наблюдения реально начинает резать глаз потому что свет луны настолько ярко что невооруженным глазом смотреть на него очень тяжело а если мы хотим поразглядывать какие-то мелочи то нужен вот такой вот лунный фильтр он затемняет изображение она становится более контрастным и гораздо приятнее смотреть на луну еще лунный фильтр он идет обычно стандартный в нашем случае опять же с резьбой 125 и он напрямую навешивается на окуляр через который мы смотрим здесь есть резьба внутри окуляра есть резьба он просто накручивается и таким вот образом уже вставляется в искатель и через него мы смотрим на луну если вы решите заняться фото и видео съемкой через телескоп то одна из обязательных вещей которые вам понравится и понадобится это вот такой вот специальный фильтр для съемки называется он ультрафиолетовый инфракрасный нож ув и эркад брал его опять же производителя св бони это один из самых качественных производителей аксессуаров для телескопов и хочу сказать что вещица абсолютно не дешевая он стоил порядка 15 долларов это одно из моих самых дорогих приобретений для телескопа на первом этапе просветленный фильтр как видите он бликует с одной стороны зеленым цветом с другой стороны фиолетовым и он отрезает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение человеческий глаз не видит этих излучений но камера очень хорошо замечает и начинает искажать изображение появляются всякие лишние артефакты вот к примеру как проверить что он отрезает ультрафиолетового фонарика мне к сожалению нету но есть пульт от телека который очень даже хорошо нам показывает инфракрасный свет камера его улавливает вот видите если направлю на камеру и нажму на кнопку то вы увидите как инфракрасный свет начинает мигать на кончике пульта а а если мы поднесем фильтр то этот свет просто исчезнет темноте это будет видно лучше вот видите инфракрасный свет виден а если я поднесу туда этот фильтр об он просто пропадает потому что данный фильтр отрезает инфракрасный спектр излучения еще одна интересная штука является вот такой вот адаптер для мобильного телефона а именно сюда мы вставляем мобильный телефон таким образом чтобы камера он попадал ровно в это отверстие все это дело регулируется если мы ослабим ослабим все болты то мы сможем увидеть что она двигается во всех направлениях можно подогнать под любую марку телефона как в одну так и в другую сторону он здесь становится шире уже и когда мы сюда попадаем камеры телефона нам нужно взять окуляр вставить сюда окуляр и по кругу зажать тем самым вот эти вот замочки сойдутся и зажмут окуляр скажу вам честно вещь ну откровенно не очень удобная у меня телефон сяоми родни 5 плюс он 6 дюймовый он большой сюда эта штука вставляется но уже впритык с треском и она тяжелая когда я вставляю сюда телефон вставляю в искатель таким вот образом окуляр телефон у меня тяжеленький он давит на всю эту конструкцию и постоянно с закругленного вот этого вот окуляра эта штука пытается слететь поэтому решать вам брать такую штуку или нет если вы хотите телефоном снимать то что там происходит но я от нее если честно не в восторге но все же если нам очень хочется поснимать звезды поснимать планеты поснимать луну а поверьте хочется очень хочется не только посмотреть самостоятельно но и показать друзьям и родственникам да и всем подряд а тем более если у меня есть вот такой вот фотоаппарат nikon 5100 либо у вас что-то другое то чтобы вот эту приблуду подключить к нашему телескопу и не мучиться вот так вот вылавливаясь в окуляр изображение а это появится очень тяжело на алиэкспрессе опять же я заказал себе вот такую вот штукенцию что это такое это опять же целый конструктор состоящий из переходного т-кольца это вот такое вот кольцо которое ставится у нас вместо объектива вот здесь уже покажу как это работает длинная металлическая разгонная втулка производителя эсдон как видите она может регулироваться делался меньше больше чем больше мы ее выдвигаем тем больше у нас увеличение и здесь также на нее накручивается вот такой вот переходничок на который имеет входной диаметр дюйма 25 стандартная стандартный диаметр при помощи которого мы вставляем через это отверстие все это дело в телескоп или в линзу барлоу и производим съемку на наш фотоаппарат делается это так мы накручиваем сюда наше т-кольцо оно бывает для разных фотоаппаратов разное как для никонов так и для канонов и для разных моделей сюда я обычно накручиваю светофильтр который вам показывал и кауэркут который отрезает инфракрасный ультрафиолетовое излучение снимаю со своего фотоаппарата объектив подключаю сюда вот эту вот штуковину и ставлю его в режим мануальной съемки полностью ручная настройка и уже вот это вот длинная штука вставляется непосредственно в телескоп но я сначала либо в телескоп либо через линзу барлоу уже в зависимости от того как мы хотим увеличить и какой эффект мы хотим получить так что как видите дорогие друзья телескоп это только начало если мы хотим полноценным пользоваться смотреть без страха на солнце без каких-либо проблем на луну производить качественную съемку хорошо увеличивать изображение либо крепить к нему смартфон и так далее нам понадобится целый набор вот этих вот всяких разных плюшек но она того стоит поверьте посмотреть один раз в телескоп это не то что посмотреть один раз в монитор когда я в первый раз увидел в телескопе увеличенный сатурн меня просто был шок серьезно и ребенку показал их жене показал и друзьям показал всем показал это абсолютно другое не то что вы видите в мониторе вы начинаете понимать что это где-то там она на самом деле есть она там летает в общем это здорово это того стоит на все эти вещи я оставлю ссылочки в описании посмотрите кому понадобится обязательно заказывайте такие штуки она вам очень пригодится ну а кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал заглядывайте в описание а я по чуть-чуть буду выкладывать новые видео о том что мы смогли увидеть и заснять в наш любительский телескоп целестрон power seeker 80aq всем пока